Пандемия наглядно продемонстрировала мир хрупок, а взаимосвязь между странами и континентами несет как добро, так и зло. К последнему относится в том числе и зависимость производственно-экономическая от тех или иных партнеров. Поэтому у тех предприятий, где эта зависимость сведена к минимуму, больше шансов выстоять в непростой сегодняшней ситуации. К таким в нашей области относятся УЗТС. Новое предприятие, разместившееся на старых площадках завода, выпускает продукцию по тем же брендам и стремится к самостоятельности технологической и экономической. На заводе уникальных и тяжелых станков побывал глава региона. Век глобализма связал всех в единый узел. Важно при этом, чтобы не скрутил в барани рук, гласит народная мудрость. На УЗТС выпускают сейчас металлорежущие станки для железнодорожных предприятий. Новый инвестор, напомню, купил два производственных корпуса завода и вот уже год сборочный цех работает в полную мощь. На предприятии нет заимствованных технологий. Сами разработали станки, сами осуществляют сборку, но вот детали изготавливают партнеры из Ульяновска и других российских городов. Дальновидное руководство посчитало, пора сделать следующий шаг к самостоятельной жизни. Ну, наступил такой момент, когда большую часть производства для полного контроля над ней, для развития нужно переносить уже к себе. Для этого вот вторая площадка, на которой мы с вами сейчас находимся, она оснащается достаточно тяжелыми станками металлорежущими для изготовления деталей для своих станков, для своего производства. Значит, мы этим занимаемся уже больше года. Сюда вложено больше 100 миллионов рублей. Общий же объем инвестиций в три раза больше – 300 миллионов рублей. Расширение производства повлечет и увеличение числа сотрудников. Планируется принять штат около 50 человек. Чтобы подготовить хорошую специальность на этот станок от 5 до 10 лет. Ну, к старикам будем, молодежь представлять, сейчас так и делается. Ульяновские станки для ремонта вагоновой пути покупают не только в России, но и в Болгарии, Монголии, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане. Время диктует правила и выигрывает тот покупатель, который, помнит, скупой платит дважды. Требования рынка меняются, но им очень сложно, надо перестраиваться. Подход совершенно другой к ремонту вагонов. Он же очень дешевый. Доповской ремонт, он ничего не стоит. А оборудование, весь комплект, вот этот участок стоит порядка 100 миллионов рублей для приобретения. Окупаемость его, наши расчеты показывают, что 2-3 года его можно окупить. Но для этого надо весь техпроцесс перестроить. Сейчас вагон после доповского ремонта входит 20-40 тысяч километров и опять возвращается в ремонт. А норматив 160 тысяч километров. Оборудование, которое производит Ульяновский завод уникальных и тяжелых станков, позволит отремонтированному вагону проходить свой нормативный километраж и даже более. Ремонтировать вагоны качественно и надолго, именно этим правилом должен руководствоваться умный покупатель ульяновского товара. Ну а для самого предприятия сейчас важно выдать на рынок новую, полностью свою продукцию. Нина Гуркина, Вести Ульяновск.